Внешне она напоминала некую графиню, ее аристократическая грация, стать красноречиво намекали на это. У ее ног были лучшие мужчины страны. Она одна из первых советских актрис, кто предстала на экране обнаженной. Но зрителей всегда интересовало не ее творчество, а личная жизнь. Она была женой двух знаменитых актеров. В ее жизни была запретная любовь, которая длилась долгих 11 лет. Нина Шацкая была женой Валерия Золотухина и родила ему сына, но ее сердце принадлежало другому, Леониду Филатову. 14 лет она проявляла так называемую женскую мудрость и терпела мужа. Она люто ненавидела любовниц первого мужа, но в итоге сама более 10 лет находилась в статусе любовницы. Зато своего второго мужа, Леонида Филатова, она очень любила, и при этом говорила, что не понимает, за что ей Бог послал такой подарок. А когда его не стало в живых, Нина говорила, что любой мужчина на его фоне проигрывает. Удивительно, но факт, она красавица, в которую влюбилась добрая половина мужского населения страны, когда на экраны вышел фильм под названием «Коллеги» с ее участием, но муж при этом не только изменял ей, но и денег в семью не приносил. Хотя карьера Валерия Золотухина продвигалась довольно успешно, он много снимался и давал концерты. Расставшись, он говорил, что ушел как джентльмен. Но вскоре после развода купил себе шикарную трехкомнатную квартиру, дачу и машину. Нина Шацкая, москвичка, родилась в 1940 году в творческой семье. Она с детства обладала абсолютным слухом и прекрасным вокалом. Поэтому после получения аттестата зрелости, подала документы в кинематографический институт, в ГИТИС и поступила сразу на два факультета. Но выбрала факультет оперетты. Закончив институт, карьера молодой актрисы не ладилась, как, впрочем, и личная жизнь. Довольно долго Нина оставалась без работы. А как только родила, ее сразу же, как назло, позвали в театр. Потребовалась срочная замена. Спектакль она отыграла прекрасно, но на этом все закончилось, она снова засела дома с ребенком. Зато карьера ее мужа, Валерия Золотухина, шла в гору. Еще во время учебы Валерий сделал все возможное и невозможное, чтобы завоевать самую красивую и в то же время, такую недосягаемую, девушку на курсе Нину Шацкую. К тому времени она уже дебютировала в кино. И когда они уже поженились, то приехали к Золотухину на родину. В местном доме культуры показали фильм с участием Шацкой. Он гордился женой. Но когда в местной газете написали, что в наши края приехала знаменитая актриса Нина Шацкая со своим мужем, то Золотухина это очень задело. И с того момента он стал прикладывать любые усилия, чтобы продвинуться в карьере. Он сыграл почти в сотне картинах, а это довольно приличный вклад в кинематограф с его стороны. Также попутно давал концерты, но вот коллеги по цеху его откровенно недолюбливали. Считали несколько странным, заносчивым, конфликтным и самолюбивым. Он разругался с лучшим товарищем, Владимиром Высоцким, с которым дружил много лет. А дело было так. Однажды потребовалась замена Высоцкому, который находился на гастролях. Роль для Высоцкого была, что называется, выстраданной и много значила для него. Тут же вызвался заменить его Валерий Золотухин. Это крайне обидело Высоцкого. На этом их дружба закончилась. Потом Золотухин опубликовал свои дневниковые записи, которые компрометировали некоторых артистов, а также раскрывали некоторые театральные интриги. Но это уже отдельная история, о которой мы обязательно расскажем, но уже в другом виде. Следите за нашими выпусками. Муж Нины Шацкой стал набирать обороты в своей карьере, но денег в семье от этого не прибавлялось. О себе Золотухин потом сказал, «Я всегда обладал счастливой уверенностью в себе, и все, о чем я мечтал, всегда сбывалось». Зато такой уверенности Нине Шацкой как раз и не хватало. Хотя ее старт в кинематографе произошел, когда она еще училась в ГИТИСе. Это был 1962 год. В фильме «Коллеги» она сыграла Инну, одну из ведущих персонажей. Режиссер Алексей Сахаров подобрал прекрасный актерский состав, Василий Лановой, Василий Ливанов, Тамара Семина, Олег Анофриев. Но после дебютной работы режиссеры не обратили внимания на Нину Шацкую, она осталась незамеченной. И следующая роль пришла к ней только через два года. Ее муж Валерий Золотухин работал в театре Моссовета, и она тоже пыталась поступить туда, но ее не взяли. Но в 1964-м ей повезло. Она поступила на службу в театр на Таганке, которому оставалась верна три десятка лет. И в том же году на экраны вышла вторая картина с ее участием «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Но режиссер Элем Климов утвердил Шацкую на очень маленькую роль, и в титрах ее обозначили как «Пионервожатая». Хотя ее заметили и запомнили зрители. Нина не относилась к числу тех актрис, кто выбивал себе роли. Она плыла по течению, как потом сама же и признает. И это будет большой ошибкой. Шли годы. Невостребованность в кинематографе почти не компенсировалась ролями в театре, хотя там она участвовала в 14 спектаклях и исполняла главную роль в «Мастере и Маргарите». Далее актриса снялась в кинофильмах «Чрезвычайное поручение», «Саша Сашенко», «Белый рояль», «Контрабанда», «Инспектор Лосев», «Визит к Минотавру» и другие. И в целом же фильмография актрисы довольно скромная. Она исполняла роли второго плана. А что касается личной жизни, то вначале семейная жизнь с Валерием Золотухиным была вполне счастливой. Но счастье было недолгим. Нина пять лет не могла забеременеть. Но как только родился сын, Денис, а также как только актер стал выходить на вершину славы, а снялся он во многих культовых фильмах, и ему везло на маститых режиссеров, то он стал вести себя очень скверно. У него появились любовницы, и Нина об этом догадывалась. Но после развода Золотухин скажет, что их брак разрушила самая обыкновенная профессиональная зависть, у него все складывалось прекрасно, у супруги – наоборот. У каждого была своя правда. Всесоюзная популярность к нему пришла после роли Бумбараша в 1971 году. А в середине 70-х Валерий Золотухин во время съемок фильма «Единственное» познакомился с ассистентом режиссера Тамарой, которая впоследствии и стала его второй женой. Их любовный роман постепенно развивался в тайне от жены и коллег. Но и у Нины появился возлюбленный. Коллеги Леонида Филатова считали романтичным, влюбчивым и пылким. Он долго ухаживал за Натальей Варлей. Посвящал ей стихи, радовал неожиданными подарками, ездил за ней по городам, когда актриса бывала на гастролях. Но она его отвергла. Выбрала Николая Бурляева, и потом вышла за него замуж. Тогда Филатов переключился на Лидию Савченко. И хоть актриса была несвободна, он настойчиво добивался ее любви и даже смотрел на нее так, будто заранее знал, что никуда она от него не денется. Так и случилось. Об их отношениях мало что известно, но вместе супруги прожили 12 лет. А потом появилась Нина Шацкая, и перед ее красотой мало кому удавалось устоять. Но снова незадача. Нина была замужем. Вместе с Леонидом Филатовым они играли в спектакли. Именно репетиции их изблизили. Внимательный и романтичный, он не мог не очаровать Нину, которая за много лет несчастного брака натерпелась от мужа. Но Леонид Филатов тоже был несвободен, и обоих это не останавливало. К тому же Нина на шесть лет старше Леонида. Филатов посвящал стихи Шацкой, красиво и очень трогательно ухаживал. Так проходил год за годом, за это время Нина несколько раз разрывала отношения с любовником. Но Филатов каждый раз ее возвращал. Ситуация любовного многоугольника ее тяготила. И только через почти 12 лет, в 1982 году, Нина и Леонид соединили свои жизни узами законного брака. Позже ее сын, Денис Золотухин, посвятивший свою жизнь богослужению, провел обряд венчания. Леонид Филатов стал для него вторым отцом. А с приходом 90-х Нина Шацкая почти совсем оставила карьеру, и о ней стали забывать, стали воспринимать в статусе жены Леонида Филатова. Ее это не тяготило, даже наоборот, она ведь не страдала амбициями. А когда актер в 1993 году перенес инфаркт, то Нина стала для него настоящей опорой. Кормила с ложечки, вселяла в него уверенность в том, что он обязательно поправится и по-другому просто быть не может. И Филатов действительно восстанавливался и возвращался в профессию. А через пять лет Филатову понадобилась пересадка донорской почки. И в этот раз Нина Шацкая была рядом с любимым мужем. Была рядом до самого конца. Проявляла титаническое терпение и, несмотря ни на что, оптимизм. Некоторое время Леонид Филатов был очень слаб, некоторое время передвигался в инвалидной коляске. А в это время Нина купила четыре великолепных костюма, продемонстрировала мужу и сказала, что скоро он обязательно их будет надевать. И на этот раз Нина помогла мужу победить недуг. Но потом причиной ухода из жизни Леонида Филатова стала банальная простуда, которая перешла в пневмонию, а следом произошло отторжение донорской почки. Ему было всего лишь 57 лет. Это был 2003 год. Нина Шацкая невероятно тяжело переживала утрату любимого человека, который был для нее много лет и жизнью, и даже кислородом. Только через 10 лет она согласится на первое интервью. Она вернулась в театр и с 2013 года актрису можно было увидеть в современных телесериалах. Нина Шацкая написала книгу под названием «Биография любви Леонид Филатов». По роковому стечению совпадений Нина Шацкая, как и ее второй муж Леонид Филатов, перенесла инсульт, и у нее появились проблемы с почками. Она ушла из жизни, когда ей исполнилось 81 год. Это было в 2021 году. Актриса не стала в живых из-за последствий коронавируса. Коварный недуг унес жизни многих советских актеров не исключением стала и Нина Шацкая.